После того, как геймдизайнер завлёк участников в игру, он должен дать им что-то для того, чтобы игра их увлекла. То есть, завлечь это лишь первый шаг, который привлекает человека, затягивает и преодолевает первичное сопротивление для того, чтобы человек мог заинтересоваться. Увлечение – это следующий шаг, когда геймдизайнер строит процесс таким образом, чтобы вам было интересно не только сделать первый шаг, но и было интересно делать все остальные шаги. Причём, при правильном планировании, хорошая игра и хороший процесс верификации не очень мешают вашему обычному поведению. И, с одной стороны, они не перегружают вас для того, чтобы вы не устали слишком сильно, с другой стороны, не дают вам расслабиться. Именно поэтому можно говорить о том, что это именно увлечение вас, а не принуждение к жёсткой игре. И, наконец, есть третий шаг, когда правильный геймдизайнер вас отвлекает. То есть, в какой-то момент вам обязательно станет скучно. В какой-то момент вы поймёте, что здесь больше нечего искать, нечего ловить. И в этот момент вы переключаетесь на что-то другое. Вы забываете про любимое приложение, с которым вы играли последние две недели. Вы забрасываете любимую книжку, которая вам внезапно стала скучна, потому что на протяжении последних 30-40 страниц там ничего не происходит. И вы отчареет ждать, когда уже там что-то произойдёт. Точно так же и с игрификацией в повседневной жизни. Если вас не отвлечь в тот момент, когда он становится скучным, то есть риск потерять вас. И есть риск, что вы не вернётесь к тому, чем вы занимаетесь. Поэтому гендизайнеры встраивают в механику своих, так называемых, серьёзных игр, самые разные способы для того, чтобы вас переключать с одной активности на другую, с одного вида деятельности на другое, без потери вашего внимания. И, наконец, в конце концов, получается, что игра, в отличие от игр таких сюжетных, все процессы, в которые встраиваются игрификации, они более-менее бесконечны. То есть тот же Foursquare, либо то же соцсоревнование, они больше похожи на Tetris. Если вы играете достаточно быстро и хорошо, а при этом игра отлажена так, чтобы чуть-чуть колебаться по уровню сложности и при этом не заваливать вас всё время, вы будете постоянно в ней играть, постоянно получать удовольствие, время от времени откладывать её, потом вспоминать и возвращаться. Но смысл именно в том, что игрификация – это отличный способ сделать жизнь интереснее и полностью использовать те способы поддержания внимания и поддержания интереса, которые так близки и так интересны нашему мозгу. Можно, наверное, предположить, что кроме игровых средств есть что-то ещё, но об этом мы, наверное, будем говорить уже в следующий раз.